Знаете, кто-то сказал один, может быть, а это мы волонтеров подвозили, тоже вот едут к нам, машина поломалась, все с грузом, мы проезжаем, и он говорит, мы в чужом городе, только вышли на блокпост, вы первые, которые едете, мы тоже каждый, волонтеры, мы их взяли, привезли, ехали мы со стороны Киева, в Харьков завезли. И говорит, это же Бог, и людей не останавливают, 3,5 тысячи евро нам будут отдавать за этот самый, за двигатель, вроде как не переоружали, вроде не, но так получилось, и люди готовы дальше ехать. Вы знаете, и Слово Божие нам говорит, вы верующие, я вам говорю смело, чтобы вы знали на всякий случай, пройдет время, когда вы верующие, я вместе с вами, мы будем ненавидимы всеми человеками. Знаете за что? За то, что вы имя Иисуса любите, за то, что вы веруете в имя Иисуса. Но не бойтесь, друзья, не бойтесь, мои дорогие, мы без Бога ничего не сможем сделать, нам Он помогает, Бог сверх силы не дает, все, что приходит в твою или мою жизнь, какое-то искушение или испытание, это поверь по силе твоей, ты можешь это сделать, ты можешь пройти. И я, когда призывался при Советском Союзе в армию, когда спецслужие обрабатывали, работали, я только одно говорил, Господи, если будут убивать, помоги остаться верным. Если будут убивать, я, знаете, я удивляюсь, когда со штык-ножом он говорит, я тебе сейчас буду загонять нож между седьмим и восьмым ребрышком, и туда и сюда гнуть, и что ты сделаешь? Знаете, я посмотрел на него и сказал, если Бог позволит, будешь делать, протягив мою руку, говорю, режь. И вы знаете, я как бы удивился, он взял нож, начал ее вести ко мне и остановился, не туда, не сюда стоит, а я руку не говорю, режь, если Бог позволяет. И все, и не порезал, Бог не позволил. Бог много чего может. Не бойтесь, не пугайтесь, но всегда говорите, Господи, помоги мне пройти, помоги мне веру сохранить. Мы считаем сегодня труды апостола Павла, мы восхищаемся этим мужем, потому что. Почему мы восхищаемся? Да потому что он веру сохранил, течение совершил, а теперь мне готовится венец жизни. Я в откровении читаю 24 старца, они уже там, с венцами, при виде Иисуса снимают венцы, говорят, ты достоин. Друзья, нам сегодня надо любить Бога Иисуса Христа, ходить с Ним, не прятать свои привычки, там за луном здесь покурил, там еще что-то. Боже мой, прекращайте, вы никого не удивите. Ну каким грехом вы можете сегодня удивить? Блудом, измены, закурил, выпил, укололся, украл, ну и что? У каждого из нас, что не приходили эти похотевые мысли, или не приходилось какое-то желание, вроде как сказал Алексей, что взять там, типа, я же порядок хочу, груши отдать кому-то, но не свои, правда. Вот, но, друзья мои, не надо обманывать, мы с одной плоти сделали. И наша праведность, слышите, как запачканная одежда. Я вам еще один пример своей жизни, я вам поставь, я вам молитва, я Богу приближаю, читаю Библию, все, прям такой горю. И вдруг я вижу, как сновидение. Вроде стоит Иисус, и я бегу к Нему. И бегу Иисус, я же такой там духовный, ревностный, все, молюсь. И вы знаете, я подбегаю к Нему, а он так с три руки протянул, вот так. И я уже хотел прямо за руки взяться, но между мною и им такая живая река, небольшая, на шах, шах придешь. Белая, ну, водичка кристально чистая, все, такая хорошая. И вдруг я на фоне, вы можете сказать, что я чернокожий или белокожий? Ну, белокожий, да, на них, говорят, точно не похоже. А теперь думайте, что белее, рука моя или листок? Листок. Вот нечто подобное, когда мои руки, уже я готов взяться за руки Христа, вдруг у меня не хватило дерзновения. И я такой, как бы, шаг делаю, перешагнусь за руки, и мне неудобно. Бог руки не убирает, у меня дерзновения нету взять. И сразу посты, молитвы. Я думал, что если я буду поститься, молиться, я святее, чем мы все. И вдруг Бог говорит, постись, молись, но твоя праведность, как запачканная одежда. Бог нам прощает, милует или не убивает, не уничтожает нас, лишь только потому, что жертва Него, Сына, принята Ему. Жертва умилостивления. Да поможет нам Господь это уразуметь, понять и верить.